Как понять, чего хочет Господь? Господь хочет, чтобы все мы спаслись, пришли в разум истины и спаслись, познание истины. Вот чего хочет от нас Господь, от всех. А вот вопрос, наверное, имеется в виду, что какова воля Божия, что именно от меня в данный момент хочет, чтобы я делал, что Бог хочет, чтобы я делал. На самом деле это все очень просто и от вести сложный, но в общем-то для всякого обычного человека все проще. Есть дела, которые мы делать должны в силу сложившихся обстоятельств. Ну, если там человек женатый, значит, нужно ухаживать за женой, одевать, кормить ее, питать, утешать, вдохновлять. Это неизбежно. Это надо, потому что у тебя есть жена. Есть заповедь, ты ее исполняешь. Если у тебя дети, то же самое. Если у тебя мама, за ней надо ухаживать. Ты же не будешь спрашивать, угодно это Богу, не угодно Богу ухаживать. Ты просто берешь и ухаживаешь, потому что это общий некий план, стратегия жизни. В общем, прокрустого ложи этой жизни. Вот, и в общем-то, ходить на работу надо, надо. Вот, придя на работу, ты исполняешь задание, которое тебе дал начальник. Исполняешь. Ты не спрашиваешь, а есть на это воля Бога или нет. Ты как бы априори понимаешь, раз ты в этом звании призван, в нем остаешься. Так буквально говорит апостол Павел. Кто в каком звании призван, в том и оставайся. Раб так раб, начальник так начальник, начальник отдела так начальник отдела, техничка так техничка, женатый так женатый, замужняя так замужняя. Есть у тебя дети, так они пусть и будут дети. Не надо никаких решений принимать. Вот именно этого Бог от тебя и хочет. Чтобы ты кормил детей, следил за женой, исполнял то, что нужно по работе, и ходил в храм, как положено, каждое воскресенье. Это поглощает 80%, а то и больше, всей нашей жизни. И большинство людей в принципе не должны заморачиваться, что им делать. Это заморачивание начинается тогда, когда есть какие-то особенные ситуации. Вот, особенные. То есть вот этот вот прокрустово ложа жизни, оно начало рассыпаться. Там, заболел ребенок, там, жена угрожает разводом, уволили с работы. Вот, или предлагают перейти на новую работу. Мама заболела. То есть какие-то вот вещи меняются, и ты не знаешь, как теперь тебе сделать жизнь, чтобы было хорошо, чтобы вот продолжать дальше исполнять свои обязанности. Но бывают еще, кроме вот этих случаев, такие особые вещи, когда жизнь так или иначе заходит в тупик. Вот, полный тупик, и человек вот тогда спрашивает, чего от него хочет Бог. Когда уже нет ни жены, ни детей, ты болеешь, едва не умираешь, одинокий, кругом долги, все злятся на тебя. Вот тогда человек обычно задает вопрос, что от меня хочет Бог, для чего мне все это. То есть тогда, когда уже жизнь зашла в полный тупик, вот этот вопрос человек задает. На самом деле, нормально, вот, человек, живущий как христианин, у него нет ситуации, в которой бы он неизбежно ставил этот вопрос. Она идет так, как идет. Вот, и он, большинство вот этих вот механизмов, которые вот управляют жизнью, они прописаны как заповедь. Ну, скажем, там, вот, питать и греть жену, там, воспитывать детей, кормить свою семью, ходить на работу, слушаться начальству. Это же все заповеди. Определили тебе, тут не надо думать, ты просто идешь и делаешь. Есть тогда, когда возникает нестандартная ситуация, необычная. Ну, скажем, пришел епископ, сказал, будешь священником. Вот, надо решить, нужно, не нужно. Тут другое дело. Или тогда, когда жизнь зашла в тупик. И вот тогда, когда, чаще всего, потому что человек, который живет в соответствии с волей Божьей, он знает, как ее искать. Она открывается им очень просто, он пошел, помолился и уже знает, что делать. Обычно, так уж скажу, что обычно воля определяется Божья решимостью делать то, вот, что нужно делать. Вот, когда мы не мысль какую-то уловили, не еще что-то, когда мы молились-молились, и в ответ на эту молитву появляется решимость сделать так, вот, а не иначе. Но, еще раз повторю, эти вопросы о том, что хочет Господь, обычно появляются тогда, когда жизнь летит под откос. И вот здесь все, конечно, серьезнее. Я даже, вы знаете, на вопрос ответить за пять минут невозможно. Я думаю, даже, наверное, и лекция бы тут не помогла. Это целый цикл бы, наверное, надо сделать, потому что все очень-очень непросто теперь. Потому что у человека все плохо, а это значит, что сам он, этот человек, пребывает во тьме. И от того, что вот он так вот щелкнул пальцами или произнес молитвы, свет не включится. То есть, одно дело, когда ты сидишь в темной комнате, и у тебя надо подойти, щелкнуть тумблер, чтобы зажегся свет. Это обычная жизнь. А если у тебя, это самое, в квартире давно никто не включал свет, и у тебя отделили от счетчика, и вообще дом уже разрушен, крыша уже прохудилась и бежит, и обесточен не только этот дом, но и весь квартал, то вот для того, чтобы включить свет, надо очень-очень сильно постараться. Очень много придется ремонтировать, чтобы в этой квартирке загорелся свет. Но чтобы вот понимать, что нужно делать, я бы сказал так, для начала надо сделать лучше две вещи, ну, если не получится, то хотя бы одну из двух вещей. Первое – это прийти в храм. Не просто зайти в храм, а прийти и сказать, что вот знаешь, себе самому, знаешь, я уже и так везде был и все видел, и света там нету, вот я пришел в храм, я, пожалуй, отсюда никуда не уйду. Я знаю немалые истории, очень-очень немалые истории, когда с этого началось включаться освящение человека. Он ничего не понимал, он ничего не понимал очень долго, но он понимал одну вещь – надо ходить в храм. И он ходил каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, и страдал от того, что когда не может пойти, и снова ходил, ходил, и постепенно, через полтора, у кого-то три года, вдруг начиналось какое-то изменение жизни и понимание, в конце концов, того, что хочет Бог. А второе дело – надо читать Священное Писание. Также нудно и терпеливо не вычитывать, как все мы делаем, а именно читать. Вот сясть и начинать лучше Новый Завет, чтобы я понял все, что здесь написано. И вникая в текст Священного Писания, еще лучше потом в послании апостольских, вникая, вникая, прочитывая, удивляясь, изумляясь, задаваясь вопросом, ища в этом Новом Завете ответ на мучительные вопросы, я, в конце концов, через полтора года буду совсем другим человеком. Я не изменю свою жизнь, но я пойму, что теперь надо делать. А еще годика через полтора, нет, скорее всего, три, я примерно пойду пойму, что со мной произошло. Но вот это очень важно. Вот мы берем, как это обычно бывает, мы берем Новый Завет, и что ветхий, что новый, берем одинаково, берем и начинаем не задавать вопрос, это не плохо, а возмущаться. Это большая разница. Вопрос, а почему Исаак не сопротивлялся, когда его Авраам вел на гору? Она может быть желанием понять? Один и тот же вопрос, желанием понять, я не понимаю, неужели есть такие люди? Есть такие люди, которые не сопротивляются, когда их тащат на смерть? Или я возмущаюсь? А что это за Бог, который требует такого послушания от сына? Я что, должен это читать? Я должен в это верить? Да у меня вопросов много к этому Аврааму, к этому Исааку, к этому Богу. Что они тут вообще делают-то все? Это вообще я так не согласен. Вот, или когда мы читаем, допустим, Новый Завет, там сказано, например, вот, просите, и дано будет, ищите, обрящите, стучите, и вам отворят. И мы вызываем вопрос, вот, а где это было? Когда было так, чтобы Господь открывал, отвечал на молитву? Расскажите мне, это вопрос. Да ну скажите тоже. Это что, вот, ходите, стучайте, и он отворит? Интонация. Интонация говорит о том, что вопрос вышел из разных источников, из разных недр человеческого сердца. Один не понимает и хочет разобраться, а другой возмущается и закрывается от этого текста. Так вот, сами вопросы неплохо, но мы должны открыть Евангелие, чтобы понять, понять, что есть истина, которую мы не знаем, есть свет, который мы никогда не пользовались, и вот тогда будет польза. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...